Значит, объясняю основную проблему, с которой многие не могут справиться, потому что не можете делать причинно-следственные связи. Вот это хорошо, что ты был у Васильева. Я тоже заканчивал, вернее, я не закончил, я учился в школе у Пилярского с Питером. Он приезжал в Киев, но я всего год отучился, а школа 4 года. А давайте я пока задам, как вы относитесь к бумаге и ровной цепи? Сейчас мы дойдем. Вот вопрос по квадратной мышце. Когда-то был семинар, была зажата квадратная у Лены, помнишь? Мы делали мануальные мышечные тесты, видео в Ютубе есть. И мы посмотрели мышца в гипотонусе и гипертонусе, и есть две точки. Минуту я даю на точку, и квадратная мышца расслабилась. Помнишь, это видео есть в Ютубе, можно посмотреть. И сейчас мы квадратным мышцам, поясничные мышцы, квадратные, они параллельно, они прикрепляются вверху к нижнему дубру и к длиннюю воздушной части. Она широкая, напоминает квадрат, поэтому называется, может быть, квадрат. У кого квадратная больница? У меня. Вот у него. Так, давай сразу надо спросить, сколько лет? Сорок три. Сорок три. Надо спросить, кем работает? Потому что пациент может сидеть, возраст, трос, массаж, много сидеть. Много сидеть. Грыж, плесницы нет? Ну, не имеют? Не имеют. В обуви в какой ходишь? В туфлях, в просовках? Разно больше. Разно больше просовок. Ноги устают во время ходьбы? Сами ноги настолько? Нет. Шея устает? Нет, вообще ничего. Поясница болит у тебя всегда или когда больше сидишь к вечеру, утром, днем? Поясница у меня болит только когда я срываю, когда его обостреть. Так по жизни она не болит. Только во время обострения? Да. Сейчас чувствуешь боль в правой квадратной, да? Не боль, просто она у меня все время как в спазме. Боли нет. Боли нет. Смотрите, это очень важно. Теперь мы ее протестируем. И тестирование, конечно, идет стоя себе лежа. Разворачиваем его спиной и начинаем с этой. Ты говоришь, боль от 0 до 5. Давлю чуть зубовку. Тут боль сколько? 0. 0. Здесь. Смотрите, я его держу. Да. А? Да. То есть она не болит. Вот. Значит, латеральный край. Сколько у вас нужно до 5 будет? Ну, 4. 4. Теперь ссадим его. То есть мы выяснили, что у него были, садистами и спиной, мы выяснили, что у него, видно, куда я давил? Правая квадратная мышца, сверху латеральная часть, да? Угу. То есть вот тут вниз ремень, тут сидя, смотри. Сколько сидя? Ну, так, 4. Вот так, 4. 4 тоже. Теперь ложись на живот. То есть и стоя, и сидя, у него 4-4 человек. Теперь лежа. Видно след вот от моего ногтя? Давлю туда же. 5, 5, 5. Почему лежа 5? Я себе давлю, мне удобнее. А! Ему некуда деваться. Почему? Видно? 5. И вот здесь, перед тем, как вы будете делать, не важно, что, массаж, справку, надо разобраться, почему. То есть, видите, мы его расспросили, вроде не сильно старые, и ведет подвижный образ жизни. Обе выходят разные. Ну, у девушек очень важно, потому что когда они ходят на квадратных, ой, на больших подборах, каблукам, то, конечно, у них будет проблема. Теперь давайте лежа и всю протестируем. С самого низа. То есть, болит середка и верх. Верх больше, да? Верх на пятерочку, а середка? Вот середка поменьше. Середка на троечку, да? Здесь вообще ничего. Проверяем место прикрепления внизу, в ремню подзвучной кости, потому что тут находится пояснично-крыцовое нервное сплетение. И сразу видим, что у него нарушен лордоз, то есть, выпрямление поясничного лордоза. Вот она у него, поясничка прямая. То есть, биомеханика нарушена. Возможно, это одна из причин. А здесь медиальные не так были, да? Вообще не были. То есть, латерально. Снимай обувь, кроссовочки. Мы сейчас будем делать тесты все. И ложись на спину. Не надо ничего снимать. На спину ложись. Помните тесты, да? Правая квадратная мышца здесь находится. Левая тут. Держимся. Объясняем пациенту, что... А, да, в бок, да, да. Значит, сейчас ты ноги будешь толкать туда, я руку держу. Приподними ногу. Смотрите, ручку ложим сюда. Замес опосочки не берем. Тестирующая рука никогда не ложится на сустав. Или выше, или мимо. Упираемся здесь. Я становлюсь на колено, чтобы мне удобно. Ты ноги толкаешь туда. Голову стихну. Так. То есть, мы протестируем одну сторону сильно. Ну, сейчас в хорошем тонусе. Теперь все делаем. Толкай. А здесь слабая. Да. Вот. То есть, она в таком гипотомнике. Да? Да. Правильно? Правильно. Ты почувствовал, что это столь массивная, послала. Да, она вообще не видела. Все угрыбили. Да. Сила моих рук была примерно одинаковая. Но это тоже такое мнение субъективное. Надо у пациента достереваться. Ну, я понял. Чутко ты чувствовал вообще. Она не видела вообще. Она слабая. Да. Она вообще не поедет. Ну, не могла создать усилия. Гипотонус. Место прикрепления. При гипертонусе. Какую мы точку дали вспоминать? Поведем. На. Второй фаланге. Какого пальца? Второго пальца. При гипертонусе. При гипотонусе. Точку локтевого нерва. Помнишь? Забыл? Ну, ты был на семинаре. Вольно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Пять. Десять. Угу. Вот она. Это надо знать. Просто эти все точки надо знать. При кладной кинзологии они все описаны. Нам главное правильно тест сделать и понять мышцы в гипотонусе или гипертонусе. Теперь делаем ретест. Почему? Потому что мы могли ошибиться. Обязательно ретест. Вот только что вы видели слабость. Держи. Ручками. Опять ножки приподними. Выводим ножки на сустав. Нужим. Упираемся в другую. Толкать. Есть. Сильнее стало. И он сразу, да? Да, да, да. Сильнее. Еще работаем. Не терпеть. Угу. Ты дыши глубже. Росиком. Открой рот и дыши. Ну, снимаем опять то же самое видео. То есть вы смотрите канал мой. Но ничего не понимаете. Потому что... Не, я помню, мы по весне это делали. Это... Я и сам делал так. Ну... Видео одно, а семинар это другое. Угу. Потому что человек живой. Вы реально видите эмоции. На видео это все не захватить. Надо снимать на 10 камер. Рот открой, дыши глубже. Угу. И точку хайгулы прожжим. Тайм расслабь ручку. Тут нормально. Это точка кишечника. Опять ретест. Угу. Приподнимай ножки. Держись руками. Ого. Голову пускает. Толкает. Все. Сильно. Переворачивайся. Переворачивайся. То есть мы массируем... Это рефлекторная точка здесь находится. То есть она ниже... Вот здесь. Вот она. Она описана... Не знаю, как вы учились. У нас были специальные такие руководства по мануальному мышечному тестированию. И были вот эти точки все описаны там просто. Рисовали. Проверяем. Боль тут. Как? Ничего. Здесь? Нет. А? Нет. Ну чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. А ты бы массировал в голову по квадратному суку. Я приехал. И она бы все равно не раскладывалась. Я сейчас вам говорю. Я силы хоть и к вам. Теперь... Объясняю почему. В основном все врачи, все какие-то специалисты телесных практик говорят, мы там все мы взаимосвязаны, надо лечить все. Да, да, параллельно надо лечить все. Но человек настолько сложная структура, система, что только на хороший осмотр уйдет там часа два. Вот. И когда времени не хватает, много мы можем пропускать. Ну и плюс, конечно, знания нужно. Вот. Знаете что, я еще не исключил им почки. Ай, боль была. Боль? Боль. Угу. Если почки воспаленные, вот эти мышцы тоже будут перехватывать на себя воспаление и быть болезненными. Будут. Ну, они больше. Одинаковая боль сейчас? Да. Угу. Теперь мы сделаем маленькую скруточку. Ложу вот пальцы на место поясничного кифоза. Вот этот позвонок, он выпирает, его под пальцами чувствуется. Прошу поднять ногу. Вот эту, нет, одну. Полностью всю ногу. Угу. И делаю вот так вот. Смотрите, как я упиралась правой ногой в стол. Я растягиваю ему сейчас передние мышцы живота, и ларцов, и переднюю косую мышцу живота. Вот здесь рука прямая. Видно, Ксаня? Угу. Вот тут встань. Вот. Если вы согнете, все, силы не будет. Прямая рука. Вот. И делаем вот такую скруточку. Тяжелый прием. Нога, как крючок. Вот такой толчок. Преднатяжение и толчок. Угу. Вот эту ножку. Угу. А здесь я ставлю руку не на позвонок, а на ребер, на позвоночное сочленение. На ребер. Почему? Пока чему. Ну, здесь ротация ребра. Угу. 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 Тянется передняя часть? Тянется? Угу. Нижние ребра очень легко ратируются. Так, держите меня. По лицу не скажешь. Нет, пол скользкий. Встань за меня. Здесь полы, ламинашку. Вот. Просто скользкий пол. Надо, чтобы была плитка для длины. Слышал? Да. Вот. У него вот это нижнее ребро было смещенное. Мы в самом начале занятий говорили, что вся проблема в ребрах. Нижние ребра ломаются от такого удара. Вот ударился, и все. Они очень легко. Они не прикрепленные. Если верхние ребра прикрепляются к позвонку и к грудине, то нижние в воздухе висит. Ребро длинное. У него рычаг сильный. Вот позвоночек. Да, скелета Васю. Да. Да. Вот. Вот оно прикрепляется. А вот тут оно висит в воздухе нижнее. Смотри, какой рычаг. Ребро прикрепляется двумя сочленениями. Реберно-позвоночное вот сюда. И вторая головка вот сюда. Реберно-поперечное вот сюда. И вот здесь у него был подвывих. Функциональный блок. Вот таким рычагом я у него убрал. Ясно? Теперь проверяем. Ушла боль? Тут чётко есть. Чётко есть. Ему надо сделать провисную. Сейчас мы отдельно снимем. Чтобы чуть-чуть нормализовать поясничный прогиб. Но уже не такая, да? Ну да. Помните, у него стоя было плюс 4, а лёжа плюс 5. Сколько сейчас? Нисколько. Вот, было 5, а сейчас нисколько. Вот это называется прикладная кинезология. Мы нашли рефлекторную точку, проработали с ней. А до этого мы сделали мануальный мышечный тест, чтобы выявить мышцы в гипертонусе или в гипотонусе. У него была в гипотонусе, поэтому массируем на эту. Если гипертонус, вот эту. Вот. Пересмотрите ещё видео. Всё, сейчас вторая часть будет правки.